Глава 18. Горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Ихиопских, пойдут к народу без упования и попранному. Твоя помощь не сможет совершить что-либо, и ты будешь, как люди, путешествующие понапрасну. Они посылают в море послания и вестников, которые имеют проводить жизнь далеко от Родины и на чужбине, чтобы послание не истребило время. Для этого они делают их в форме рек. Горе земле кораблей! А Акила говорит, горе земле, в которой слышится крик попранных без упования. Или потому, что были весьма ослаблены крылья, или потому, что они обитали по ту сторону Ихиопской или Северной реки. Каким образом они пошлют в страну индийцев и получат помощь? Так, все вы, населяющие Вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимается на горах, и когда загремит труба, слушайте, то есть, что сказано и потом совершится, не думай, говорит пророк, что объявлено в моих словах. Я не призывал бы всех вас во свидетели, если бы не имел надежды, что это исполнится в будущем. Величественно и дивно то, что настоящее изречение произносится не в каком-либо уединенном месте, и не частным образом, то есть тайно, но перед всеми, наподобие трубы, наполняющей своим звуком Вселенную, чтобы пришла высота добродетелей и обошла всю Вселенную. Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Пусть не называет этого сомнительным. Как солнце бывает светлее в полдень, так и теперь, а потому не бойся. Как облака доставляют утешение разгоряченным от солнечного жара, потому что тенью уменьшает солнечный жар и не только осеняет, но и охлаждают, так и спасение Божие придет им в утешение от угрожающего им зла. Ибо прежде собирания винограда, когда он отсветет, и гроз начнет созревать, он отрежет ножом ветви и отнимет, и обрубит отрасли. Они будут изъяты из среды живых и лишатся чести погребения, и большие и малые будут удалены как бы серпами, так что даже тело своих мертвецов не смогут войти в гробницу. Желая показать ужас бедствия, пророк говорит, что умрет столько людей, как некогда в пустыне. Евреи видели трупы врагов на берегу, выброшенные из моря, тех, кого они боялись и страшились. Видели брошенными на берег, голыми, безоружными и без погребения. Тогда это совершалось для общего зрелища, и они не видели ни ран, ни ударов, но мертвые и оставленные тела. В то время будет принесен дар Господу Савову от народа крепкого и бодрого. Когда-то исполнится и увенчается трофеем, тогда они воздадут Господу победу и славу. То, чего они не могли совершать своей доблестью, потом Господь совершил своей силой. Этим словами показывается как малочисленность и слабость их, так и величие победы. Чтобы они приписывали победу не себе, а Богу.